Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Лайнфильм ДБ. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на угадать за 60 секунд. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Need for Speed. Жажда скорости. 2014 года. История Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика инди-кар Дина Брюстера. Когда дело Тоби наконец-то начинает идти в гору, Дина подставляет партнера, и Тоби обвиняет в преступлении, которого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик может финишировать первым. После того, как Доминик и Брайан побывали в Рио, где они ограбили и свергли империю вора в законе, их команда получила 100 миллионов, и наши герои оказались разбросаны по всему миру, но их привычка вечно жить в бегах не дает им покоя. Между тем, Хоббс отслеживал организацию смертельно опасных наемников-водителей по 12 странам. Единственный способ остановить эту криминальную группу – это превзойти их на улицах. Поэтому Хоббс просит Доминика собрать его элитную команду в Лондоне. За это он обещает полное помилование для Доминика и его друзей, чтобы они, наконец, смогли вернуться домой к своей семье. Форсаж 5 2011 года Бывший полицейский Брайан О'Коннор вместе с бывалым лихачом Домиником Торетто совсем немного увлеклись жизнью вне закона. После того, как Брайан и Мия Торетто освободили Доминика, они не рискуют долго задерживаться на одном месте, так как являются желанной целью порядком недовольных копов. Форсаж 4 2009 года Когда кривая дорожка заставляет скрывающегося от правосудия дома Торетто вернуться в Лос-Анджелес, вражда с агентом Брайаном О'Коннеллом вспыхивает с новой силой, но у парочки обнаруживается общий противник, и Тому с Брайаном приходится заключить перемирие в надежде держать над ним победу. Грабя конвои, роя подкопы и пересекая границы, они приходят к идеальной форме отпущения, питали газа, вдавленной до упора. Смертельная гонка 2008 года Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого не совершал. Вместо того, чтобы выпустить его на свободу, тюремщики заставляют его вместе с самыми отъявленными преступниками участвовать в кровавом состязании. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на выживание на земле. Тройной форсаж, токийский дрифт, 2006 года Шон Босуэлл – одинокий парень, который хочет казаться профи уличных гонок. Он бесшабашно гоняется по улицам города, пытаясь убежать от жизненных невзгод и наживая себе врагов среди местных властей. Когда Шону грозит тюрьма, его от греха подальше отсылают к отцу, профессиональному военному, который служит на военной базе в Японии. В незнакомой стране, живущей по своим законам, Шон чувствует себя еще большим изгоем. Однако вскоре его американский приятель Твинки знакомит его с миром подпольного дрифтрейсинга. Раньше Шон тупо гонялся по улицам, а здесь перед ним открывается целый мир своеобразного искусства из металла и резины, дороги которого оказались невообразимо крутые на поворотах. Форсаж, 2001 года Его зовут Брайан, и он фанатик турбин и нитроускорителей. Его цель – быть принятым в автобанду легендарного Доминика Торетто, чемпиона опасных и незаконных уличных гонок. Но это лишь часть правды. Брайан также полицейский, имеющий задание войти в доверие к Торетто, подозреваемого в причастности к дерзким грабежам трейлеров, совершенным прямо с колес. Но чем больше доверяет нахальному новичку харизматичный Доминик, тем больше проникается герой идеалами ангелов дорог, и тем меньше ему хочется выполнять свою миссию. И вот наступает момент, когда Брайан придется выбирать между дружбой и долгом и выбирать на скорости в 200 км в час. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...